Каменный мост Каменный маршрут сменила, однако добраться быстрее все равно не получилось. Встала. Но не в пробке. Машина сломалась. Ограничения я слышала. Я и поехала по другому маршруту. У меня просто район экспорта. Поэтому мне как не хочешь, все равно надо где-то здесь. Но мне помешало. Но у меня проблемы с машиной на данный момент случилось из-за этого, конечно. Погодные условия сегодня тоже и на стороне автоводителей. Дождь, скользкие дороги в результате аварии. На подъезде к островному мосту водитель не успел среагировать. Небольшое столкновение. Затор увеличивается. Как мы видим, сейчас движение на улице Му кусалось практически парализованно. Машины стоят в три ряда. Движутся со скоростью не больше 5-10 км в час. По рассказам водителей, в пробке они стоят уже минут 20. Ужас, ужас. Хорошо, что пораньше выехал. А знали о том, что будут ограничения, выбирать какой-то другой маршрут? Ну, я так что-то слышал, что будет саммит. Но я обычно здесь езжу. Здесь всегда попроще. Но сегодня, конечно, вообще. Южный мост выбрал, но все равно тут бешеная пробка. О ситуации на дорогах рассказывают по всем радиостанциям. Однако для тех, кто в Риге проездом, километровые пробки оказались неприятным сюрпризом. А зачем такие пробки сегодня? С вами восточного партнерства. Ограничения два дня. Не слышали? А, ограничения. А, съехали. Да-да-да, партнерства. Знаем. В пробках застрял и общественный транспорт. Отставание от графика утром на 40-50 минут. Полагаться на расписание в эти дни не стоит. Узнать точно, когда же придет долгожданный транспорт, невозможно. Вот и приходится ждать. Ну, нет у нас GPS, у нас не оборудовано. Мы не так технически оборудованные предприятия. Мы не можем это сказать. И поэтому, в принципе, в ситуации, которая сейчас является, мы не можем ее никак в данный момент передать пассажиру. Все ограничения движения будут сняты завтра в 5 часов вечера.